Здравствуйте! Сегодня посетим Уорекский замок. Суббота. Прекрасная погода. Нам опять повезло с погодой. От паркинга нужно пройти еще примерно 20 минут до замка. Или можно немного подождать и проехать на бесплатном автобусе, который довезет вас до главного входа в замок. Уорекский замок, расположенный на красивом утесе из песчаника в излучине реки Эйвен, является одним из лучших и наиболее хорошо сохранившихся средневековых замков Великобритании. Живописное сооружение с обширным и впечатляющим наследием, охватывающим столетия, по-прежнему остается популярным местом для любознательных туристов и любителей истории. Здесь всегда проводятся различные шоу и мероприятия, что делает комплекс идеальным местом для отдыха. Ссылка на сайт Уорекского замка. Будет под этим видео. И QR-код на экране. История замка началась в 1914 году, когда на этом месте был основан ранний англосаксонский город, который по сути был старым укрепленным поселением, ставшим одним из звеньев цепи фортификаций, построенной дочерью Альфреда Великого короля Уэссекса, Этельфлеой Мерсийской, для защиты от вторжения датчан. Это раннее поселение было стратегически позиционировано как место господства над дорогой Фосса, по которой проходили важные торговые пути. Первоначальный облик Уорекского замка начал формироваться в 1068 году, когда его строительство заказал Вильгельм Завоеватель. На тот момент это была деревянная конструкция типа Мотт и Бейли, основная цель которой заключалась в том, чтобы контролировать регион Мидлендс. Позже, во время правления короля Генриха II, деревянные сооружения заменили на более современный каменный замок, который в основном использовался для хранения провизии во время восстания баронов. В течение XII века замок много раз менял владельцев, а также оказывался в центре многих важных и исторических сражений, конфликтов и событий. Полный список владельцев замка довольно большой, весь список будет под этим видео. Заходим в замок через главные ворота. Когда-то на этом месте был подвесной мост, но позднее его построили на постоянной основе, чтобы кареты беспрепятственно могли проезжать в замок, по дороге, мощенной до блеска отполированными за долгое время булыжниками. Как и каждый замок окружал ров, это был сухой ров и в средние века также. Бойницы для лучников позже были расширены, и в них были сделаны окна. Ворота в средневековом замке – самая уязвимая часть замка. Самих ворот мы сейчас не видим. Видим только опускающуюся решетку, которую благодаря системе противовесов мог подымать и опускать один человек. Вверху отверстия. При обороне замка из этих отверстий летели копья и стрелы в нападающих. Даже когда противник смог овладеть первыми воротами замка, дальше перед ним возникали следующие ворота с решеткой. Противник попадал в каменный мешок. Защитники замка стреляли в него сверху, лили на него сверху не кипящее масло и горячую смолу. Как принято считать, лили кипящую мочу и фекалии и сыпали раскаленный песок. Потому что масло и смола – они дешевый продукт. И могут пригодиться для других, более важных целей. Когда горячий песок попадает за шиворот под доспехи, довольно неприятно, это если мягко сказать. И дальше в рукопашной схватке всегда можно было отличить врага по резкому запаху, исходившего от него. При входе в замок можно увидеть расписание различных шоу. Стрельба из требушета. Шоу с дрессированными птицами. Театрализованная постановка. Война белой и красной розы. В замке еще много различных шоу. Плюс еще можно за дополнительные деньги пострелять по мишеням из реального средневекового лука. Хоть мы в замке были целый день, все шоу мы не смогли посмотреть. Тут надо приезжать как минимум на два дня. Для ночлега рядом с крепостью есть все условия. Подробнее можно узнать на сайте замка. Есть даже ночные шоу. Но помните, вся еда и напитки на территории замка стоят примерно в два раза дороже, чем обычно. Заходим вовнутрь огромного здания. Большой зал. В 1604 году король Джеймс I или в переводе на русский король Яков I подарил замок Уорик сэру Фулку Гревиллю. К моменту его прибытия замок находился в запустении. Сэр Фулк потратил 20 тысяч фунтов стерлингов, что сегодня составляет примерно 8 миллионов фунтов стерлингов, на восстановление замка, включая Большой зал и другие комнаты. Фундамент Большого зала был заложен еще в XIV веке. Но за прошедшие столетия он претерпел множество изменений. Вместе с модой менялся и интерьер всего дома. Сегодняшний Большой зал датируется 1875 годом, после катастрофического пожара. Он пронесся по замку в 1871 году. Большой зал в замке был построен как романтизированный образец средневекового периода. Он использовался и до сих пор используется для проведения грандиозных вечеринок, а также демонстрирует коллекцию графов Уорика. Будучи первой комнатой, которую увидят многие гости, она должна передавать ощущение мощи и величия. Большая часть коллекции доспехов в замке Уорик была собрана Джорджем Гревелем, четвертым графом Уориком в XIX веке. В викторианском обществе увлекаться средневековой историей и коллекционировать старинное оружие и доспехи было очень популярно. Доспехи, которые вы видите в Большом зале, датируются XVI-XIX веками и происходят из разных стран. Одна из самых редких вещей – детские доспехи, висящие наверху. 1630 год. Буфит Кеннилворд. Это великолепное произведение искусства было вырезано из одного ствола дуба для Великой выставки 1851 года. Вырезанные фигурки представляют собой сцены из романа сэра Вальтера Скотта «Кеннилворд». На них изображена история любви королевы Елизаветы I и ее придворного Роберта Дадли графа Лестера. На центральной панели изображен ее визит в замок Кеннилворд в 1575 году. На левой двери изображена встреча королевы с первой женой Роберта Дадли – Эми Робсарт. Дверь справа изображает королеву с Робертом Дадли. Четыре фигуры по углам дверей – это сэр Филипп Сидней, сэр Уолтер Релли, Уильям Шекспир и сэр Фрэнсис Дрейк. Медведь и посох широко представлены и были гербом средневековых графов Уорика. Он до сих пор используется как символ графства Уорикшир. Средний вес доспехов обычно составлял от 15 до 25 килограмм. Доспехи часто изготовлялись на заказ и могли быть невероятно дорогими. Очень хорошие доспехи могли стоить около 100 тысяч фунтов в сегодняшних деньгах. В коллекции есть два прекрасных образца конских доспехов. Доспехи для лошади известны как бардинг, и они использовались не только для защиты, их также использовали на парадах и зрелищах. Перед нами большой шлем Бацинета. Этот шлем датируется 1340-ми годами, с некоторыми изменениями, внесенными в начале 15 века. Это делает его самым старым доспехом, выставленным в замке. Вполне возможно, что он принадлежал Тому-де-Башану, графу Уорику. Врагам он был известен как дьявол Уорвик из-за своей жестокой репутации на поле боя. Среди коллекции вещей я заметил топор, принадлежавший, видимо, какому-то из отрядов линейной пехоты наполеоновской армии. Много оружия и доспехов в этой коллекции большого зала. С 1088 года было 36 графов Уорика, имеющих разные происхождения. Однако были также периоды, когда титул исчезал, пока корона не передавала его новой семье. Выше приведены имена и гербы основных семей, становившимися графами Уорика. Когда граф умирает, титул переходит к его старшему сыну. Если у графа нет сыновей, титул переходит к его старшей дочери. А когда она выйдет замуж, следующим графом станет ее муж. Если граф умрет, не оставив детей, то титул переходит к его близким родственникам, к брату или племяннику. Однако, если граф умрет, не оставив близких родственников, тогда титул исчезнет. И только правящий монарх сможет передать титул новой семье. Именно тогда происходит появление новых фамилий, новых владельцев замка. Как я говорил ранее, полный список владельцев замка будет под этим видео. Это загадочная белая маска. Посмертная маска Оливера Кромвеля. Гипсовая посмертная маска с лица Оливера Кромвеля была сделана всего через несколько дней после его смерти. Кромвель посетил Уорикский замок, который был оплотом парламента во время английской гражданской войны и принадлежал Роберту Гревелю, который был его коллегой-парламентарием. Оливер Кромвель использовал Уорикский замок в качестве тюрьмы. Парадная столовая. Этот зал был построен в 1763 году по приказу Фрэнсиса Гревеля, первого графа Уорика, как пристройка к замку, чтобы обеспечить более уютное обеденное пространство, чем большой зал. Красивый потолок украшен сусальным золотом. На портретах, которые вы видите в этой комнате, изображены королевские особы, в том числе Карл I и Георг I, Генуэзская люстра начала XVIII века изначально освещала комнату 42 свечами. В 2016 году в ходе реставрационных работ освещение сделали электрическим. Королевские особы, которые здесь обедали. Королева Виктория и принц Альберт, принцесса Диана. Королева Елизавета II и принц Филипп. Король Чарльз III. Тут тоже чаи гонял. Красная комната. Эта комната использовалась как прихожая для приезжих гостей. Она служила небольшой приемной между двумя большими комнатами по обе стороны. С момента постройки в XVII веке она претерпела множество изменений в дизайне. Потолок и большая часть современного декора были установлены Фрэнсисом Гревелем, первым графом Уориком в 1750-х годах. На портрете в углу изображен первый барон – сэр Фулк Гревель. Кстати, он был главным придворным писателем Елизаветинской и Якобинской эпохи. Существует предположение, что Уильям Шекспир выдавал произведения Гревеля за свои? В 1628 году его слуга Ральф Хейвуд ранил его ножом в живот. Предположительно, за малую сумму, которую Хейвуд должен был получить по завещанию сэра Фулка, после чего слуга сам покончил с собой. Через месяц сэр Фулк Гревель умер. От гангрена и вагонии с начала 20-го века в замке стал появляться призрак сэра Фулка. Возможно, эту историю с призраком стали распространять сами хозяева замка с целью привлечения дополнительного интереса. Возможно. Старинный английский замок без привидений – это нонсенс! Какая шикарная резьба! Портрет Чарльза Первого Работы Ван Дейка В этой комнате многие работы принадлежат кисти Ван Дейка. В этой комнате что-то меняют. Стол пуст. Что-то закрыто от глаз. Шикарная люстра и чудесный потолок. Похоже, это шелковое седло для лошади, на котором восседала королева Англии Елизавета Первая. Так раньше считали. Но теперь опровергли эти сведения. Зеленая гостиная. Этот номер оформлен в ярко выраженном классическом стиле 18 века. Традиционно он использовался как комната отдыха для гостей мужчин, где они могли расслабиться. Они курили и играли в бильярд, обсуждая политику дня. В комнате также находятся доспехи и меч Роберта Грэвилля, второго барона Брука. Он был убит в марте 1643 года при осаде Личфилда. Ему в глаз срикошетила пуля от выстрела из мушкета. Эта комната построена на месте, где, возможно, располагалась спальня средневековых графов, построенная в 14 веке. Единственная деталь, оставшаяся от этой комнаты, это секретная дверь, спрятанная в углу. Но я не заметил ее и прошел мимо. Вот это потайная дверь! Коллекция военных наград фамилии Грэвилля. Коллекция доспехов времен гражданской войны в Англии. В левом нижнем углу доспеха Роберта Грэвилла вы заметите углубление. Это было сделано специально оружейником, чтобы проверить, защищен ли доспех от выстрела из мушкета. Оружейник взял мушкет и выстрелил в доспех, а след остался как доказательство того, что нагрудный доспех выдержал выстрел из мушкета. Макет замка Уильям VII Барон Брук Во время его пребывания в Оксфордском университете его описывали как молодого развратного человека. Напротив, его жену Мэри Тин описывали как женщину доброго нрава и образцовую набожность, как тут написано. Уильям был связан с созданием в 1711 году благотворительной организации, которая помогала бедным девочкам с одеждой и обучением. Но реально он был ужасным человеком, который убил свою беременную служанку, вытащил ее труп через эту секретную дверь и выкинул в реку. Убил от того, что испугался. Что возможно, если родится ребенок у его служанки, то ее ребенок впоследствии может как-то претендовать на его наследство. Ходят слухи, что в замке иногда появляется призрак убитой служанки. Спальня королевы Анны. Эта комната была построена в конце 17 века и использовалась как парадная спальня, предназначенная только для королевских гостей. Кровать, которая в этой комнате, когда-то принадлежала королеве Анне. Она умерла на этой кровати. Королева Анна была беременна 17 раз, но все они были неудачными, кроме одного. Ее единственный выживший ребенок, сын Уильям, герцог Глостерский. Но и он позже скончался в возрасте 11 лет. Несчастная женщина. Также можно заметить крошечный гарнитур мебели в этой комнате. Они не были сделаны для детей. Это были образцы товаров. Их помещали в комнату. И если они нравились семье, то позже по этим образцам изготавливалась полноразмерная мебель. А в этой комнате? Генрих VIII и его шесть жен. Как может показаться у манекенов жен, у всех одинаковые лица? Генрих VIII посещал замок дважды за все время своего правления. Целью этих визитов было просто место для ночлега во время его поездки по графству. Тем не менее, король любезно заплатил немного денег за реставрацию южного фасада замка. Вторым монархом Тюдоров, посетившим замок, была королева Елизавета I. Визит королевы завершился фейерверком в городе, но все пошло не совсем по плану. Некоторые дома загорелись от фейерверка. После этого она так и не вернулась. Золотое кольцо XV века. Это красивое кольцо из чистого золота было обнаружено во дворе замка в тысяча. В 1998 году во время работ по установке нового громоотвода. Кто именно потерял его и когда – неизвестно. Этот коридор когда-то использовался слугами для обхода комнат, но в более современные времена он стал местом для демонстрации дополнительных частей коллекции оружия и доспехов. В коридоре также хранятся реликвии, связанные с историей Гая Уорика. Эта история была впервые написана в XIII веке и повествует о легендарном герое Гае Уорике, который убивал драконов и монстров. Чтобы доказать свою любовь к Феличи, вы можете увидеть его меч на стене, а дальше по коридору вы найдете его горшок с кашей. Этот огромный горшок XVI века изготовлен из колокольного металла и вмещает 545 литров. Первоначально он был частью коллекции Гая Уорика, предметов, которые подчеркивают легендарную историю и рассказывают историю Гая Уорика. В некоторых версиях истории Гай считается гигантом и ест завтрак из этого горшка. К XVII веку горшок получил гораздо лучшее назначение. Когда он стал чашей для пунша семьи Гривилей, его часто наполняли много раз за один вечер. Урган часовни замка Эта часовня была построена Фулком Гревилом в начале XVII века. Искусно вырезанная панель, повторяющая картину Рубенса. Битва амазонок. Потолок, усыпанный гербами. Сеньор Франческо Паоло Тости был талантливым композитором. В 1880 году он был назначен учителем для леди Марджори Гревил. Герцогиня Луиза Ковендиш ранее была замужем за герцога Манчестерским, который умер. Позже она вышла замуж за Спенсера Ковендиша, восьмого герцога Деванширского. Клара Батт была известна своим исключительно сильным певческим голосом и имела впечатляющий рост 6 футов 2 дюйма, 1 метр 80 сантиметров. За свою карьеру она выступала перед тремя разными монархами. Джордж Карнуолис Уэст встретил леди Черчилль и влюбился в нее на вечеринке в выходные дни. Он женился на ней два года спустя, несмотря на то, что был на 20 лет моложе ее. Леди Рэндольф Черчилль была матерью Уинстона Черчилля. Она была вдовою, но после их встречи на вечеринке вышла замуж за Джорджа. Баронесса Леди Виктория Саквилл Леди Саквилл была хорошей подругой принца и принцессы Уэльских. Она часто бывала у них дома, но часто была шокирована поведением членов семьи Мальборо. Мелисент Четвертая герцогиня Сазерленд Герцогиня Сазерленд была сводной сестрой Дейзи, пятой графини Уорик. Восковая фигура лакея в этой комнате основана на образе сотрудника, который много лет работал в замке. Его звали Пол Баркер. Господин Баркер работал в замке с конца 1960-х годов до выхода на пенсию в 1998 году. Он стал куратором и заботился о коллекции и ее интерпретации. Мистера Баркера часто принимали за графа Уорика из-за того, как он одевался и вел себя. Его любил весь персонал и о нем до сих пор с любовью вспоминают. В этой комнате представлены Спенсер Кавендиш. Он сидит за столом. Он был крупной политической фигурой викторианской эпохи. Леопольд Лорд Брук и Уинстон Черчилль. Черчилль на тот момент был солдатом и журналистом. Не подозревал, что Черчилль был небольшого роста. Человеческие фигуры, изготовленные концерном Тюссо, представляют разные эпохи, хорошо передают атмосферу быта, царящую когда-то в замке. А в это время, совсем рядом, прислуга усердно чистит ванну. Дейзи Грэвилл, пятая графиня Уорик. В девичестве Фрэнсис Эвелин Дейзи Мейнард с детства была известна как Дейзи. В 1893 году она стала пятой графиней Уорик. Дейзи любила устраивать множество вечеринок, в том числе костюмированный бал 1895 года и королевскую вечеринку выходного дня 1898 года. Дейзи затмила всех одетая, как Мария Антуанетта, костюмированный бал, на котором присутствовало более 400 гостей, был гораздо более масштабным мероприятием, чем королевская вечеринка выходного дня. Она была любовницей принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Позже, когда настанут трудные времена в начале XX века, нехватка средств на содержание замка вынудит ее опубликовать любовную переписку с принцем в американской прессе. Это вызовет немалый скандал в королевской семье. В начале XX века она стала социалисткой. Как социалистка она выступала против Первой мировой войны как капиталистического навязывания и поддержала Октябрьскую революцию. После войны она присоединилась к независимой лейбористской партии. Она баллотировалась кандидатом от независимой лейбористской партии на выборах. Она занималась благотворительностью. Организовала зоопарк. Но, к несчастью, однажды олень смертельно ранил работника зоопарка. Не своими рогами, а своими клыками. Это был кабарга или клыкастый олень. Возможно, они и до сих пор обитают где-то поблизости в окрестных небольших лесах. Надо быть осторожным, гуляя по английским лесным тропинкам. Муж Дейзи, Фрэнсис Грэвилл, лорд Брука, Старший сын и наследник Джорджа Грэвилла, четвертого графа Уорикского, принц Альберт Эдвард, был вторым ребенком королевы Виктории и был коронован королем Эдуардом VII. В 1902 году он искал жизни полной удовольствий и имел несколько любовниц, в том числе и графиню Дейзи. Лорд Джордж Керзан. Лорд Керзан только что был назначен вице-президентом Индии во время вечеринки на выходных. Лорд Робертс. Это лорд Робертс одевается перед зеркалом. Он был заядлым военным. Он был награжден крестом Виктории в 1858 году за службу во время индийского восстания 1857 года. Снова пакует чемоданы, чтобы ехать на войну. Семья Грэвилл жила в частных апартаментах до 1978 года, когда замок был продан Дэвидом Грэвилем. Дэвид Робин Фрэнсис Гай Грэвилл, восьмой граф Уорик, продал замок Уорик организации Мадам Чусо в качестве туристической достопримечательности, так как не в силах был его содержать. Он также продал многие из своих произведений искусства, в том числе четыре вида замка, написанные венецианским художником Каналетто, мастером 18 века. Судя по всему, это детская комната с типичным домиком для кукол. Пишите, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. Мне интересно узнать, понравился ли вам этот сюжет о замке Уорик? Спасибо за внимание. Продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!